Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда в 1920 году действительный статский советник, в прошлом крупный чиновник синодального ведомства, а теперь скромный бухгалтер в корпоративной артели богатырь, Петр Федорович Полянский, принял решение принять в монашестве священный сан, он был уже почти 60-летним стариком. Но, знавший его хорошо по их совместной работе в синодальном ведомстве, патриарх Тихон призвал его к этому служению и попросил стать своим помощником. И тогда Петр Федорович сказал своему брату, протеарею Василию Полянскому, у которого он жил в Москве, «Я не могу отказаться. Если откажусь, это будет предательство церкви. Но если я соглашусь, то я подпишу себе смертный приговор». Так оно и случилось. Всего только пять лет дано было отцу, а затем и владыке Петру быть помощником святого патриарха Тихона, вплоть до его кончины в 1925 году. А затем, пробыв на свободе всего несколько месяцев, митрополит Петр, уже патриарший местоблюститель, был сам арестован для того, чтобы остаток своей жизни провести в тюрьмах и ссылках. В общей сложности он провел в них 12 лет. Власть требовала от него либо сложить себя сам местоблюстителем, либо пойти на те уступки, на которые предпочитал не идти святой патриарх Тихон, а именно допустить вмешательство власти во все назначения православных епископов на кафедры и хератонии новых архиереев. То есть полностью подчинить Церковь власти для того, чтобы Церковь лишилась своей внутренней свободы. На это митрополит Петр не шел, и условия его содержания все ужесточались. Получая незначительные сроки, 3 года, 2 года, он вновь и вновь, отказываясь от всякого сотрудничества с властью, отказываясь стать секретным осведомителем, отказываясь сложить себя местоблюстительские саны, полномочия, получал все новые и новые сроки. Вплоть до того, что был заключен в Верхнеуральскую тюрьму, где учет заключенных был уже не по именам, а по номерам. И только начальник тюрьмы знал, что заключенный номер 114 – это никто иной, как патриарш и местоблюститель митрополит Петр Порянский. Не получая никакой врачебной помощи, он все больше и больше ощущал себя совершенно разбитым и больным человеком. Как он напишет в 1931 году, после очередного ареста, Минжинскому главе ОГПУ, за все время ареста, а это было уже 10 месяцев, я еще ни разу не видел солнца и положительно забыл его облик. Мои прогулки тюремные по условиям задержания совершаются между 12 часами ночи и половиной первого ночи и происходят в тюремном тамбуре, от себя, добавлю, загаженным испражнениями и душным. Припадки у души участились, и каждый раз после них я делаюсь разбитым и как будто немыслищим. Но эта пытка... Конец цитаты. Но эта пытка была именно тем, что власть приготовила священномучнику Петру, желая от него добиться, наконец, хоть каких-либо уступок. Нет, еще в 20-м году, когда он принял монашество и священный сан, он понимал, что только своей верностью церкви он может как бы перевесить неверность многих других. Ибо в то время, наоборот, люди и обличенные священным саном и члены церковного народа старались вести себя тише воды, ниже травы. Некоторые слагали в себя сан, некоторые пытались скрывать свою веру, никак ее не проявлять для того, чтобы хоть как-то уберечь себя или своих близких от репрессий. Их можно понять, мы не смеем бросить в них камень. Но подвиг тех, кого мы сегодня вспоминаем, заключается именно в том, что, ощущая вокруг себя полное предательство и малодушие, или, может быть, какие-то другие мотивы, которые заставляли людей скрывать свою веру, эти подвижники, святые, миряне, клирики, монахи и иерархи, чувствовали, что неверности других они могут противопоставить только свою собственную верность. Ничто иное. Когда все остальные проявляют малодушие и отрекаются, что можно сделать? Осуждать их нельзя. Нет у нас нравственного права, чтобы осуждать окружающих людей за что бы то ни было. Но своей верностью можно постараться перевесить чужую неверность. Так думал, без сомнения, и архиепископ Тверской Фаддей Ускенский, когда не давал следствию никаких признательных показаний, даже после того, как его засунули в камеру к уголовникам, чтобы те воздействовали на него в своем роде. Сами понимаете, каким образом. И раздосадованный следователь, видя, что никакого сотрудничества над владыки Фаддея не добивается, приказал утопить того заживо в яме с нечистотами. Так что владыка Фаддей захлебнулся в этой погребной яме, но не уступил ничего. Так и митрополит Серафим Чичагов, в 1933 году проживавший уже на покое под Москвой, арестовавшими его сотрудниками НКВД, вынужден быть помещен не в арестантский фургон, а в карету скорой помощи, на которой его, смертельно больного, страшно отекшего, в результате сердечной недостаточности, арестовавшие сотрудники привезли в тюрьму на Лубянке. Полтора месяца пыточного следствия не привели к тому, что, разменявший восьмой десяток своей жизни, митрополит Серафим признал хоть какие-то обвинения. Он умирал, как и подобало гвардейскому офицеру, каковым он был когда-то, ничего не уступая, даже ради того, чтобы облегчить свою участь. Верность Христу, но и незлобе, отказ от всякого осуждения своих гонителей и палачей, молитва за своих палачей. Вот что отличало тех подвижников, каких мы сегодня поминаем. Может быть, не всех, но очень-очень многих. Так молилась за своих убийц и преподобная мученица Елизавета Федоровна, когда ее прикладами и винтовками сталкивали в зияющую пасть Алапаевской шахты, где она должна была найти свой конец вместе со своими узниками. Она, как Господь на кресте молился за тех, кто его распинал, говорил, очи не ведают, что творят, прости им. Так и она просила за них, прости им, ибо они не знают, что делают. Но так страшно было это действие, которое совершали над ней палачи, что двое из них даже не выдержали, двое сошли с ума. Но человеческая душа не все может выдержать. И это были все-таки не демоны, а живые люди. Дай Бог, чтобы и мы всегда, когда нам предстоит какое-либо испытание, помнили о том, что мы призваны к верности Христу в тех условиях жизни, в которых мы помещены промыслом Божьим. Дай Бог, чтобы эти условия никогда не становились такими страшными, как у новомучеников и исповедников. Но верность Христу – это то, что мы всегда можем проявить на фоне какой-то другой, чужой неверности, малодушия, какие, конечно, мы иногда наблюдаем вокруг себя. Не осуждать, не злиться, не раздражаться и ненавидеть, а именно только молиться за тех людей, которые причиняют нам зло. Вот то, что нам принадлежит делать всегда. И помнить о том, что Господь в нас может одержать вновь победу над смертью, и хочет одержать в нас свою победу над смертью, потому что мы члены Его Церкви, мы члены Его Тела, и поэтому победа Христова над смертью должна осуществляться и в нас. Как написал младший современник святых новомучеников, сербский святитель Николай Велимирович, молитва – это отрицание смерти и преодоление смерти. Моляясь за своих врагов, святые новомученики, которые, конечно, своих палачей врагами не считали, но считали их только заблудшими людьми, несчастными гораздо более, чем они сами. Моляясь за них, святые новомученики, и преодолевали смерть, одерживали победу над смертью, давали в себе место победе Христовой. Дай Бог, чтобы и мы с вами всегда давали в себе самих место этой победе и тем самым хоть в чем-то научились той верности Христу, которую проявили святые мученики. Аминь.